Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Отдых без аниматоров, но с измерением температуры. Как в Самарской области будут работать летние оздоровительные лагеря. Вода поступает в дома по резервной схеме. Как на Мичурино устраняют последствия коммунальной аварии. Для взрослых и самых маленьких Самара стала центральной площадкой Всероссийского фестиваля науки. Самарец Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, станет временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Путин. Новость размещена на официальном сайте Кремля. Действующий губернатор края Сергей Фургал отстранен от должности в связи с утратой доверия. Глава государства отметил хорошую подготовку Дегтярева, его образование и опыт политической работы. Сам парламентарий изъявил желание немедленно вылететь в Хабаровский край. Измерять температуру будут дважды в день и еженедельно проводить генеральную уборку. В Самарской области открываются летние здравительные лагеря. Особые требования к их работе обсудили на межведомственной комиссии в городском департаменте образования. В этом году все учреждения будут функционировать в особом режиме. Массовые акции с участием аниматоров и диджеев под запретом. Все помещения будут обеспечены антисептиками для обработки рук. Какие еще условия должны будут соблюсти сотрудники учреждений, узнала Лариса Шлафаст. Загородные лагеря отдыха в этом году будут работать в особом режиме. 10 учреждений открывают свои двери 22 июля. В этом году в детских лагерях под запретом массовые акции с участием аниматоров и диджеев. Помещения будут ежедневно убирать. Раз в неделю обязательно генеральная уборка. На ежедневном контроле состояние здоровья как детей, так и персонала. Работникам учреждений рекомендовали заранее сдать тесты на ковид. Всем находящимся на территории лагеря будут дважды в сутки измерять температуру. Лица с признаками инфекционных заболеваниями, респираторными, кишечными, повышенной температурой тела должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой помощи. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. В каждом лагере должна быть разработана маршрутизация, изоляция, госпитализация заболевших. Решение открыть детские лагеря принял губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Организация летнего здоровительного отдыха – одна из составляющих национального проекта «Демография». Заезды пройдут при условии строжайшего соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Все лагеря проверил Роспотребнадзор. Необходимыми средствами защиты учреждения обеспечены. Были закуплены все ДЭС-средства. Закуплены в большом количестве в требовании рециркуляры, бесконтактные термойторы, маски, одноразовые перчатки для сотрудников, дозаторы и антисептические средства для обработки рук и помещений. ДЭС-средств закуплено в достаточном количестве для организации всей летней оздоровительной компании. Для организации проведения летней оздоровительной компании все лагеря, все комбинаты школьных питаний готовы. Обстановку в лагерях отдыха департамент образования будет контролировать в ежедневном режиме по видеосвязи. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. С 1 августа может возобновиться регулярное авиасообщение. Решение на уровне правительства России пока не принято. При этом в регионах уже готовятся встречать международные рейсы в соответствии с постановлением главного санитарного врача. Об этом ушла речь на очередном заседании регионального штаба под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Если сообщение откроют, то граждане, пребывающие из стран с благополучной эпидемической обстановкой, не будут проходить двухнедельную самоизоляцию, но должны будут предоставить справку об отсутствии COVID-19. Если ее нет, то сделать анализ на коронавирусную инфекцию придется в течение трех дней после возвращения в Россию. Для граждан, которые возвращаются из стран с высокой заболеваемостью, процесс самоизоляции сохранится. Что касательно вывозных рейсов, отрабатываем по прежней схеме обсервации, либо домашняя изоляция на две недели. Иных изменений на сегодняшний день нет. Как только будет принято решение о возобновлении международного сообщения, отработаем схемы, нам понятно, Минтранс, аэропорт Курумач и волонтеры. Также будем оказывать поддержку Роспотребнадзора, вручение анкет и уведомление граждан. Масштабные проекты Тольятти на контроле окружной и региональной властей. Важные стройки посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В сопровождении губернатора Дмитрия Азарова он проехал по ключевым точкам развития автограда. Все объекты имеют значение не только для города и региона, но и для страны в целом. Олег Зверев расскажет подробнее. Связующее звено между Европой и Китаем. В Самарской области идет масштабное строительство Волжского моста в районе Климовки. Трасса в обход Тольятти длиной 100 километров с мостовым переходом в 3,5 километра важна для всей страны. Как сейчас идут работы, на месте выяснили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров. Новая дорога позволит сократить время движения от Москвы до Самара, а в перспективе станет частью стратегически значимого транспортного коридора. Новая технология впервые будет применяться в России, где, как не в Тольятти, могло быть размещено такое оборудование. Лазерная сварка каркасов автомобильных сидений. Производство создается в особо экономической зоне Тольятти. Территорию вмещает массу высокотехнологичных предприятий. На сегодня зарегистрировано уже 25 резидентов из 8 стран. Компании по изготовлению автокомпонентов намерено уже к началу нового года создать 100 новых рабочих мест, а еще через полгода принять дополнительно 400 работников. Еще никто не производит каркас автомобильных сидений с использованием лазерной сварки. Это позволяет уменьшить металлоемкость продукции и, как итог, снизить общую массу автомобиля. Всем резидентам особоэкономической зоны особые условия – налоговые льготы, подключение к энергоресурсам и права на землю. Но и отдачи тоже немалые. Они стабильно пополняют бюджет и обеспечивают работой жителей города. Кроме того, на этих предприятиях внедряются научно-технические инновации. Еще одно предприятие, которое посетили Палпрет и губернатор – фармацевтическая компания. Завод на территории особоэкономической зоны ежегодно выпускает более 5 миллиардов таблеток и капсул. А в первом квартале 2021 года начнется строительство еще одной линии. Объем инвестиций в проект компании составил более полутора миллиардов рублей. О повышении качества медицинской помощи наглядно свидетельствует новое отделение поликлиники номер 3 автозаводского района Тольятти. 300 тысяч жителей города получают здесь первичную медицинскую помощь. И это одно из самых современных лечебных учреждений страны. Больница располагает хорошим диагностическим оборудованием. В этом году планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Пока строится конференц-зал наш и актовый зал, здесь мы проводим и большие мероприятия. Не менее инновационный, но уже в гуманитарном направлении Поволжский православный институт. Помимо наук, студентам преподают здесь нравственные христианские основы. Таких учебных заведений всего три в России, еще два в Москве, но там они расположены в приспособленных помещениях. А здесь, в Тольятти, здание построено специально для института. Сейчас здесь завершается отделка и оформление концертного зала, в котором, как планируется, будет размещен единственный в Тольятти орган. Олег Зверев, Николай Милюткин. События. В Самаре продолжаются восстановительные работы на месте повреждения водопровода на Мичурино. Коммунальная авария произошла накануне вечером в районе дома номер 78. Несмотря на ремонт, жители не остались без холодной воды. Дома подключили по резервной схеме. На участке перекрыли движение. Для общественного транспорта временно изменили маршруты. Ситуацию контролируют городские власти и глава города Елена Лапушкина. Когда завершат все ремонтные работы, расскажет Елена Малютина. Улица Мичурино перекрыта для движения автомобилей и троллейбусов. Сейчас на месте работает техника водоснабжающей организации. Этой ночью здесь произошел порыв водопровода диаметром 1000 миллиметров. Последствия аварий ликвидируют. Трубу временно отключили от водоснабжения. Дома перевели на резервную схему. По словам местных жителей, проблем с водой в квартирах не возникло. Прорвало ночью. Несмотря на аварию, у нас вода в доме. Постоянно ничего не отключали. Так что мы рады. С водой мы. Конечно, это положительную сторону. И вообще по всему городу прокладывают вот эти вот камешки, кладут. Все это комфортно, красиво. Да, это чувствуется, работа администрации чувствуется. Оперативно работают. Это хорошо. Ремонт водопровода планируют завершить до завтрашнего утра. Водовод диаметром 1000 лежит на глубине 3,5-4 метров. После определения точного места повреждения будет произведена замена аварийного участка. После этого промывка и, соответственно, уже запуск водовода в сеть. После чего будет переключение абонентов на постоянную схему. Когда водовод опрессует, мы передадим данный адрес уже под благоустройство. На улице Мичурина проводится комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, документы с требованием проверить коммуникации были направлены в водоснабжающую организацию еще в начале года. Вскрытие будет проходить в полном объеме с остановлением дорожного покрытия. От места повреждения, оно у нас высевой находится, улица Мичурина, между Челюскинцев и до въезда в Эксповолду. Вот в полном объеме будет восстановлено дорожное покрытие за счет СКС. Улица Мичурина – одна из важнейших дорог Самары. Здесь проходят маршруты общественного транспорта. Планируется, что в течение недели движение будет восстановлено в привычном ритме. Елена Малютина, Григорий Плешаков, События. Ушел из жизни заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Прощание состоится во вторник, 21 июля, в областном музее имени Алабина с 9 до 11 часов. С 2010 по 2014 годы Александр Карпушкин занимал должность руководителя департамента экономического развития администрации городского округа Самара. Позже – первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 работал директором по поддержке блока антикризисного управления компании «Роснано». В декабре 2018 вступил в должность зампреда правительства Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина выразили глубокие соболезнования родственникам Александра Карпушкина. Коллектив телеканала «Самара ГИС» также скорбит вместе с родными и близкими. За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали еще 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 6 380. Такие данные в понедельник 20 июля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 33 пациента в регионе выздоровело. Всего с начала пандемии из больниц выписали 3 995 человек. За прошедшие сутки один заболевший скончался. Число летальных исходов в регионе увеличилось до 74. Центробанк может снизить ключевую ставку. Акции компаний по производству перчаток обогнали мировых гигантов. И другие темы в нашей рубрике «Новости экономики». Добрый день. В эфире «Новости экономики». О главных темах расскажу я, Мария Левина. Центробанк повысил курсы иностранных валют. Значение доллара выросло до 71 рубля с 71 копейки. Европейская валюта стоит 81 рубль 68 копеек. А нефть марки Brent упала в цене. Баррель оценивает в 42 доллара 98 центов. Цены на газ вырастут с 1 августа. Ранее Федеральная антипонопольная служба прогнозировала рост цен с июля. Но из-за ситуации с коронавирусом инфляцию заморозили. Стоимость голубого топлива с августа увеличится на 3%. Треть россиян готовы закрыть свои банковские вклады, если ставки продолжат падать. Такие данные содержатся в докладе Национального агентства финансовых исследований. Радикальнее всего настроена молодежь – граждане от 21 года до 35 лет. С ними солидарны более 25% населения старше 55 лет. Респонденты склонны искать иные способы вложения денег. Для молодежи близки акции и недвижимость. А вот старшее поколение больше доверяет драгоценным металлам, в частности золоту. Отметим, что по последним данным эксперт золота достиг рекордных показателей за всю историю страны. При этом аналитики ждут от Центробанка снижение ключевой ставки. Ближайшее заседание Совета директоров Центральный банк проведет в эту пятницу 24 июля. Глава регулятора Эльвира Набиулина ранее отмечала, что ориентироваться будут на ставку в 4%. Напомним, что в июне она была понижена на 1% с 5,5% до 4,5%. По прогнозам аналитиков, на этой неделе ключевую ставку могут смягчить еще на 0,25%. Многое будет зависеть от инфляции. Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8%, сообщили в Росстате. Это деньги, которые остаются у граждан после всех обязательных платежей. К марту этого года наблюдался стабильный рост, но на фоне ограничительных режимов во время пандемии кривая роста начала падать. Акции компании по производству перчаток обогнали крупнейшие мировые корпорации по темпу роста. В том числе позади осталась компания Тесла. Акции малайзийской организации по производству латексных перчаток выросли на 1000%, тогда как цена акций Тесла с начала года увеличилась на 259%. Такие показатели спровоцировала эпидемиологическая ситуация в мире, пандемия коронавируса и спрос на средства индивидуальной защиты. Для Малайзии подобные экономические показатели стали беспрецедентными. В результате производители увеличили рыночную стоимость на 26 миллиардов долларов. Каждый доллар из 10 в фондовом рынке страны инвестирован в производство перчаток. На этом все. Берегите свои деньги. Нетрезвые автомобилисты и газующие мотоциклисты. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды на дорогах Самары. Что грозит нарушителям ПДД, узнали наши корреспонденты. До 10 нетрезвых водителей в сутки выявляют сотрудники ГИБДД на дорогах Самары. В городе продолжаются профилактические рейды. Экипажи ДПС изменили схему работы. Дополнительные посты выставили на центральных улицах. Правоохранители напоминают автомобилистам об ответственности. И наказание, которое предусмотрено для любителей выпить и сесть за руль. В настоящее время у нас лишение предусмотрено, право управления транспортным средством и штраф в 30 тысяч рублей. Лишить прав могут на срок от полутора лет. Нетрезвые водители часто провоцируют ДТП и мешают законопослушным автомобилистам на дорогах. Координация другая, замедленная. Поэтому на дороге могут разные события произойти. Нужно быть всегда в городе. Еще одно нарушение, которое фиксируют во время рейдов – тонировка. В сутки по городу выявляют 30-40 автомобилей с затемненными стеклами. Ведут работу и с мотоциклистами. Очень большое количество обращений граждан, которые живут у нас на центральных улицах и магистралях города. Московская, Штена, Новосадовая, Волжский проспект. Есть такая возможность у мотоциклов показать свою мощь. Тем самым разбудить и побеспокоить сон граждан и отдых граждан. В связи с этим мы обращаем очень серьезное внимание на данный вид нарушений. Пока таких любителей поддать газу предупреждают, но попутно выявляют и другие нарушения правил дорожного движения. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. За самоотдачу и безвозмездный труд для самарских волонтеров организовали пешую экскурсию, приуроченную ко Дню Самарской символики. Праздник отметили в регионе 17 июля. Прогулка началась от Иверского монастыря. Именно здесь в 19 веке создавали знаменитое Самарское знамя. К волонтерам присоединилась Мария Левина. Валерия Богаткина учится на инженера и мечтает изменить мир к лучшему. Свободное от учебы время помогает нуждающимся. Период самоизоляции девушка дни напролет проводила в колл-центре. Вместе с товарищами они принимали звонки и доставляли продукты пожилым людям. Было очень много заявок. То есть у нас телефон колл-центра просто разрывался от звонков. Очень много людей, которые оказались в такой ситуации, что они одинокие. У них нет близких людей, либо есть, но они не могут оказать им помощи. Некоторые истории были, которые трогали просто до глубины души нас. Хотелось помочь каждому. Мы сделали все, что мы могли. Самарских волонтеров поошлили за безвозмездный труд и самодачу экскурсии по городу. Для 20 ребят устроили пешую прогулку по знаковым местам Самары. Дату выбрали не случайно. 17 июля отмечается День Самарской символики. Поэтому стартовой точкой стала площадка у стен Иверского монастыря. Здесь в 19 веке монахини создали Самарское знамя. Далее по плану Струковский сад со скульптурой козы. Такая же изображена на гербе города. Финальная точка – памятник Петру Алабину, главе Самарской губернии с 1884 по 1891 год. Постарались максимально как-то этот день провести масштабно, громко для молодежи, чтобы они знали, что у нас в Самарской области есть гимн, герб, флаг и что у нас достаточно богатая история. Привлекать внимание молодежи к истории родной земли – это одна из важнейших задач, неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его инициативе в школах региона появился также новый урок – история Самарского края. Мария Левина, Василий Колдашов. События. Абсолютное владение цветом и композицией. В Самарском областном художественном музее открылась выставка Виктора Новокрещенова. Она приурочена к 70-летию со дня рождения художника. Одной из первых работы мастера кисти увидела Мэри Елчан. Свой автопортрет самарский художник-экспрессионист Виктор Новокрещенов написал 10 лет назад, за несколько месяцев до собственной смерти. Семье живописца особенно дорога эта картина. По словам вдовы Нины Новокрещеновой, на полотне ее муж такой же, каким был в жизни – умный, спокойный, сосредоточенный на работе. Писать картину он любил в одиночестве. Искусство всегда было на первом месте. Знаете, как говорят настоящий художник. Сейчас же все менеджеры, все там пробиваются каким-то образом. А он был погружен полностью в это искусство, в эту живопись и, как бы сказать, углублялся. Открытие выставки в художественном музее приурочили к 70-летию со дня рождения Виктора Новокрещенова. В своем творчестве он создавал мир провинциального городка, где всегда радостно и празднично. Возможно, поэтому его часто называли самарским шагалом. На его полотнах люди парят и устремляются в иную реальность. Персонажи художника нередко держат в руках музыкальные инструменты. Но даже без них музыка живет на полотнах. В работе можно найти и вангоговские мотивы, цветы и необычные портреты. Экспозиция будет доступна в музее до 3 августа. 30 июня нам сказали, что нас могут открыть, и нам нужно быстро сформировать выставку. Я очень люблю Виктора Новокрещена и его творчество. 30 июня я подумала, господи, как я хочу сделать выставку своего любимого художника. Художественный музей один из первых открыл свои двери для любителей искусства после ограничительных мер. При этом экскурсии пока проходят в индивидуальном порядке или для групп из пяти человек. Обязательно соблюдается масочный режим и дистанция между посетителями. Мэр Елчан, Николай Епифанов, События. В Самаре стартовал Всероссийский фестиваль «Наука 0+.» Ограничений для участия в этом году нет, так как мероприятие впервые пройдет не только на площадках Самарского университета, но и в онлайн формате. Присоединиться сможет каждый. Как это сделать и что ожидает участников, расскажет Мария Левина. Химические эксперименты, физические уравнения и математические загадки. Самара открывает Всероссийский фестиваль «Наука 0+.» и является центральной региональной площадкой. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет дистанционно. Но это не отменяет популярности площадки для развития. Организаторы ожидают сотни тысяч участников. Я считаю, что это наоборот плюс, нежели минус. Потому что онлайн формат позволит принять участие всем тем, кто не сможет, допустим, приехать на очные встречи. Фестиваль будет очень насыщен в этом году. Однако на мероприятие можно будет попасть и лично. Правда, количество очных участников строго ограничено, чтобы соблюдать социальную дистанцию. На базе Самарского университета установят шатры, где каждую неделю будут проводить практические занятия по разным сферам. Химия, биология, физика, космос и многое другое. В онлайн выйдут с лекциями. Причем в числе спикеров не только самарская профессура, но и партнеры из других российских городов, а также иностранные эксперты. Мы ведем трансляцию в этом году впервые на 80 регионов. Если раньше мы проводили мероприятия, по сути, только для своих школьников, студентов и их родителей, в этом году мы работаем на всю страну. Мы без проблем проводим подобные трансляции, потому что если ранее, когда мы только начинали в апреле месяце, вот эту дистанционную форму обучения, и у нас подключалось 150-200 студентов, то были проблемы с серверами, безусловно. То есть сейчас мы готовы работать на всю страну, мы увеличили свои мощности. База даже бывшего, так скажем, аэрокосмического университета, да, это тоже говорит о том, что физика, химия, это базовые для нас отрасли, ровно как, ну у нас вузы технического профиля, их достаточно много, и они очень сильные. Вот, поэтому площадка была определена не случайно. Нам есть что показать, есть что предъявить, и это будут не просто слова, да, а действительно серьезная, серьезно представленная работа. Онлайн-лекции намечены до ноября. Присоединиться к ним можно на официальном сайте проекта «Фестиваль наука 0+.» Мария Левина, Николай Сидоров, События. Заключительный матч 30-го тура РФПЛ «Крылья Совета» в Сочи, который должен был составиться на Самаро-арене послезавтра, отменили. Сочинский клуб сообщил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет команде провести эту игру. Согласно регламенту, противникам «Крыльев» должны засчитать техническое поражение со счетом 0-3. Таким образом, самарцы получат 3 очка, но не смогут опередить ближайшего конкурента – футбольный клуб «Тамбов». Дальнейшую судьбу подопечных Андрея Талалаева решит руководство подмосковных «Химок». Если команда подаст заявку на сезон в РФПЛ, «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. До встречи! Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова